итак друзья я надеюсь тот эфир сохранился по крайней мере все для этого сделала жду вас здесь и я продолжаю продолжаю я на тему давайте немножечко подожду когда соберется народ жду вас жду жду сейчас я заодно проверю сохранился ли тот эфир потому что вот это вот волнение конечно она дает о себе знать не совсем не вижу сохранился он или нет будет печально если нет но в любом случае я еще буду записывать видео ролик на youtube и так не надо чаще выходить в эфиры спасибо итак друзья да рада вас снова приветствовать чтобы опять вас долго не задерживать я продолжу тему сохранился ура 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 значит что касается стоимости она она как бы везде есть давайте я не люблю озвучивать цены я напишите мне в директ и я вам просто вышлю непосредственно ссылку там где описание с ценами так так все присоединяются я очень рада что он сохранился супер вообще прям на душе спокойно стало ну я надеюсь что сохранила наташа написал что сохранился итак друзья значит смотрите что касается бат я человек который занимается 14 лет биологически активными добавками начала я заниматься этим потому что я поняла что мне очень плохая наследственность у меня очень рано из жизни ушли родители и мне попалась информация я просто поняла что мне надо собой заниматься надо перестать кушать ерунду надо слить за здоровьем так вот я попала в компании в которой сейчас нахожусь да вот профиль соответственный это на данный момент ну как мое любимое дело и хобби но я уже довольно таки много в этом знаю для того чтобы вам абсолютно авторитетно заявить что применение биологически активных добавок это очень классная вещь они на самом деле нам очень круто помогают в плане альтернативной медицины то есть бороться с вирусами там с грибками без медикаментов скорая помощь натуральная не просто снятие симптомов а именно воздействие на причины какого-то состояния до натурально без побочных эффектов это супер я очень много уже в этом в этом отрасли знаю проходила нутрициологии все 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 очень много у меня клиентов и занималась я всегда норма типичными детками как занималась в основном это как сказать я не пишу никому протоколы в основном я в основном просто рекомендую маме рассказываю как кормить ребенка как поить как ему помогать приорезаю рви натуральными способами то есть я никого не как не лечу я просто показываю путь как это можно использовать и просто побочный эффект дети начинают реже болеть и так далее так вот как человек который этим занимается могу сказать вам четко что даже норма типичному ребенку бады надо водить как бы поэтапно и смотреть на реакцию потому что все таки это дети даже если это бат непосредственно разработан для ребенка то все равно мы это все водим аккуратно и смотрим я уже молчу про медикаменты которые вот нам там педиатр приходит сразу 12 список назначает мы это смело все идем в аптеку покупаем и начинаем сразу же давать ребенку поэтому совсем что мы как бы внедряем в организм надо быть очень аккуратным вот и а тем более что касается особенных детей особенно это касается особенных детей не все бады и могут подходить и то что я сэр озвучила относительно причин повреждения центральной нервной системы например вот вирус на любой вирус он поражает поражает не только мозг он может поражать еще поджелудочно поджелудочная железа состоит из многих клеток и мы никогда не знаем какие клетки непосредственно повредились и какие ферменты у ребенка вырабатываются плохо поэтому одного ребенка может быть реакция там абсолютно нормальная на бат а у другого ребенка особенного может наступить откат при том я знаю мам у которых наступил наступал откат даже на самом банальном протоколе немечика все знают этот протокол это якобы протокол от кластриде в котором там содержится нулин так вот я сэфа мне объяснила что это происходит по причине слабость слабой поджелудочной железы которая тоже повреждена вирусом и нулин на слабую поджелудочную железу идет не очень хорошо поэтому детей происходит даже на таком простом протоколе но я вот уже не сильно особо изучала да не просто не знаю так прочитала пораз в интернете вот даже на таком простом происходит откаты поэтому есть определенный там безопасный скажем список бат которые можно давать ребенку просто для питания мозга да это там все правильные жиры например это вода потому что чистая вода потому что наш мозг это жир и вода да это тоже лицетин тоже омега вот с остальными моментами вы я пытаюсь на русский перевести вы волшебница благодаря вам почти год без антибиотиков на самом деле это не я это просто вы воспользовались натуральными средствами которых я вам сказала вы мне вы этим понравились вы не назначаете кучу бадов как многие все делаете поэтапно да нам плохо и нулин я выбросила его да видите поэтому деткам особенно особенным надо подбирать все очень индивидуально и точечно поэтому что касается тех же диет вот многие там любят назначать сразу же без казино без глютена без того без того без того как мама с опытом которая прошла консультацию у многих внутри генетиков я могу сказать что лучше всего идеально всего если вы будете вести пищевой дневник ребенка первое что надо всем детям с повреждения нервной системы любого характера любого диагноза гидроцефалия дцп аутизм неважно что первое что надо вообще всем детям даже здоровым убрать сахар да то что я вам рекомендую просто вот сразу всем выбираете сахар и смотрите на ребенка в течение пару недель во первых когда мы убираем сахар мы просто естественным образом снижаем воспалительный процесс который везде даже на сосудах происходит во вторых у ребенка просыпается аппетит к новым продуктам который до этого не хотел есть третьих у ребенка она перекращает развиваться патогенная флора те же паразиты глисты и кандида так меня интересует очень интересует питание бадами мозг если есть эффективность она принципе я же говорю вот вода и правильные жиры самое оптимальное питание для мозга вот продолжу значит убираете сахар убирать вот многие мамы кто ко мне обращаются я начинаю не они любят за то что я начинаю просить убирать вот это детское питание агуша которая просто забил забил или рует сахаром чем очень много везде у нас дети получают сахар и если вы замечаете что ребенка после того как вы убираете сахар просто перестает быть гиперактивным это уже говорит о том что это очень классное изменение поэтому что касается меда тоже мед убирается то есть если вы например ребенок привык пить компот вы просто заменяете там сахар на ставлю например то есть вообще чистая вода это идеальное питье домашние компоты наст介али пожалуйста все остальное ребенок пить не должен магазинные соки здесь общение обсуждаются то есть это самое простое такие что вы можете сделать следующий этап попробовать убрать казеина особенно то что касается деток сраз вы просто убираете опять же наблюдаете за ребенком потом следующим этапом можете попробовать убратьậy Но просто когда вы будете убирать всё и сразу, вы никогда не попадёте, что же, какая реакция. У детей, как правило, реакция очень быстро происходит. Не надо ждать там 8 месяцев, полгода. Это происходит очень быстро. Просто надо подбирать ребёнку диету именно его. И мне тут задавали вопрос, помогла ли мне консультация генетика из Америки. Отвечаю, вот как раз фруктозу можно. Смотрите, фруктоза содержится во фруктах, которые ребёнок ест. И там её вполне достаточно. Её не надо отдельно покупать и куда-то добавлять. Стевия уникальна тем, что она не вызывает выброс инсулина. Чтобы вы понимали, наши дети сахар получат из сложных углеводов, каш. Они получат из яблок, бананов, апельсинов, фруктов, которые не едят. Её очень достаточно глюкозы, потому что весь сахар, который мы получаем из пищи, он в итоге превращается в глюкозу в крови. И очень её и так достаточно, поэтому фруктоза не подходит. Точно так же, как сахар и мёд она не подходит. И мне задавали вопрос, полезна ли, помогла ли консультация генетика из Америки. Я так хочу сказать. Мне это было очень полезно. Все знают моё отношение к такому протоколу из 30 БАДов. Я до поездки в центр Биердавита вела там только 4 или 5 для кишечника, чтобы для пищеварения. В итоге у нас просто наши запоры превратились в кошмар. У ребёнка появился такой запор, что он не мог ни спать, ни гулять, ни заниматься, ничего. Я это всё отменила. И ещё раз вам галочка к тому, что всё очень индивидуально. И если у ребёнка слабая печень и поджелудочная, любой БАД, даже супер навороченный из Америки за бешеные деньги, может ему очень не пойти. Поэтому с этим очень аккуратно. Что касается глютена, ЕСЭФа на своём опыте основывается. Я видела отчёты на сайте Биердавит, можете их тоже найти, мам, у которых после отмены... Я, кстати, ещё интересно, там же в центре Биердавит с мамами общалась. И встречала очень плохие тоже варианты, когда ребёнку убирали глютен. Что происходило? Значит, один из вариантов повышался резко ацетон, дарвод. И то есть у ребёнка просто яркое повышение ацетона. Ещё одна мамочка мне сказала, что ребёнок просто стал не отходить от холодильника. Он просто начал хронически всё есть. Он стал нервный, необучаемый и так далее. Это ещё раз доказательство к тому, что очень всё индивидуально надо пробовать на своём ребёнке. И ЕСЭФа объяснила это тем, что, может быть, на генетическом уровне или просто из-за того, что повреждена поджелудочная печень, у многих детей не может накапливаться гликоген в печени из других продуктов. Гликоген в печени – это основное депо глюкозы, которую организм может использовать, когда уже закончился весь основной сахар, который он съел с пищей. Сахар – это все углеводы, даже сложные. И есть просто ряд детей, которых, например, не может организм накапливать гликоген из других продуктов. Ему просто нужны глютеновые вот эти продукты. Но это не значит, что он должен на буханку хлеба в день съедать. Но там пару кусочков хлеба он может съесть. Поэтому здесь, опять же, надо всё смотреть по своему ребёнку. Как это происходит именно с вашим ребёнком. И не вестись на то, что какой-то там модный нутригенетик это написал. Но, опять же, вы всё сами решаете. Кто-то берёт, сам решает это делать. Мне тоже 4 недели пришлось свой мозг переломать и засыпать ЕСЭФу вот такую гору вопросов, почему я должна начать ему давать хлеб. Понимаете, потому что у нас тоже была диета без глютена. И ЕСЭФа мне сказала, ты ему дай хлеб, он у тебя будет более спокойным. И у тебя на уроках покажут более способности на занятиях. Поэтому мы сейчас по чуть-чуть ввели глютен. Ну, опять же, ЕСЭФа, она просто отслеживает состояние желудочно-кишечного тракта, пока находишься на лечении. Она может порекомендовать на какое-то время исключить, например, если это необходимо, животный белок посмотреть состояние. Потому что все дети с аутизмом разные. Есть детки, которым действительно не идёт просто животный белок. Надо исключать именно мясо, допустим. Поэтому это всё индивидуально. Поэтому не стоит верить, что кому-то помогла безглютеновая диета. И вот мы убрали глютен и ждём, когда же нам поможет. Может и не поможет, может хуже быть. Или те же протоколы, которые раздаются направо-налево. И вот это очень интересная тема. Я очень призываю вас, если вы кому-то верите в сети, то ни в коем случае не верьте мамам, которые занимаются добавками. Да, это я. Не верьте мамам, которые занимаются добавками. И позиционируют, что они этими добавками своего ребёнка-аутиста вывели в норму. Просто не верьте, потому что вы не до конца знаете, какие методики эти мамы использовали. И я не буду называть имя, но кому интересно, я вышлю этот видеоролик, о котором я сейчас расскажу. Есть мама в сети, у которой очень распрощенный YouTube-канал, на который я в первую очередь попала, когда искала информацию про аутизм. У неё есть профиль в Instagram, и есть мои подписчики, которые у неё консультировались. Есть ещё отчёт на сайте BR David о том, что она общалась с Давидом дистанционно, была в центре. И в котором она рассказывает о том, как ей помог центр BR David. Да. И почему-то на своих страничках и на своей страничке на YouTube этот человек об этом ничего не рассказывает. Это очень сильно печально. Поэтому вы никогда не знаете, какой опыт стоит за плечами этой мамы, каким образом она использует информацию. И ни в коем случае нельзя всем детям давать одинаковый противокандидозный протокол. Ну вот вопросы относительно фруктов тоже спрашивают. А можно ли нашим детям бананы? Можно ли нашим детям яблоко? Друзья, всё индивидуально. Если ребёнок ест яблоки и бананы, это не значит, что у него там уже зашкаливает кандида. Те же фрукты – это очень индивидуально. Например, когда я общалась с харьковскими генетиками, мне говорили, вы что уберите яблоки и бананы. А когда я общалась с нутрогенетиками из Америки, они так, да, ну может он есть. А он вообще, ему нужен калий, он у вас бананы любит. Я говорю, ну как бы стараемся не давать. Ну а почему? Да. Друзья, это все, они нутрогенетики и имеют абсолютно разное мнение. Поэтому просто смотрите, да, здесь имя уже написали в чате, поэтому смотрите просто на своего ребёнка. И когда я начала общаться с Давидом, он мне начал перечислять мам, у меня просто отвисла челюсть. Какое количество мам он назвал, которые с ним знакомы, скажем так, да, которые с ним общались, или были у него ночным лечением, или проходили дистанционное лечение, и теперь у них аккаунты Биомеда, и они просто под как бы соусом того, что вот мой ребёнок стал нормальным, начинают как бы втюхивать БАДы мамам, которые, я прекрасно понимаю это состояние, когда ты в поиске, когда ты думаешь, что ты дашь ему этот протокол, он сейчас станет нормальным, да. Ну то есть я не знаю даже как назвать этих людей, но пожалуйста не верьте. И кто ко мне там обращается из мам, вот у меня тоже ребёнок с аутизмом, я всем сразу говорю, и все знают, кто ко мне обращался, сразу говорю, я никого, я не вывожу детей из аутизма в норму. То есть я могу дать общие рекомендации, что с этим ребёнком делать не стоит, чтобы ему там не навредить, да. Какие самые безопасные БАДы, это то, что я могу как бы, или там стоящие люди, с которыми я общалась, это то, что я могу порекомендовать. Вот, это я рассказала. Следующий момент по питанию, да, вот я вам порекомендовала сахар, казино и так далее. Ещё, конечно, чтобы не было в питании полуфабрикатов, потому что особенным деткам с поражением центральной нервной системы любого характера нельзя кушать, как мне многие мамы заполняют анкету, пишут там сосиски, там колбасу. Максимально чистое питание, потому что большинство детей повреждён ЖКТ, они просто плохо отводят токсины или своей генетике плохо её отводят. Да, ну, здесь уже даже имя её прозвучало, поэтому вы поняли, о ком речь. Вот, да, с ней ещё консультироваться очень многие. Вот, поэтому такие дела. И прозвучал ещё вопрос, какие анализы сдать при аутизме, так как сдавали только общий анализ крови. Смотрите, у меня, так как мама, которая сдала, все анализы ненужные, я вам могу посоветовать, у меня есть пост, там самые простые обследования, то, что мы делали, энцефалограмма, доплер сосудов, общий анализ крови, гормоносчетовидной железы. И, в принципе, самый такой, знаете, выстраданный, самый банальный протокол, который, он у меня есть, публикация, напишите мне в личку, я вам его сброшу. Но, опять же, я призываю вас, конечно, обращаться к специалистам, к натуропатам можно, но, пожалуйста, обратите внимание, чтобы у них было соответствующее на это образование. Если это мама, которая читает с листика информацию, да, то она вам никак не может ничего авторитетно посоветовать, если она всем раздаёт одни и те же протоколы, если у неё нет специального образования. У меня так сложилось, я просто этим занималась, я в этом что-то понимаю, и да, вот у меня такая проблема. Но, опять же, я не беру на себя вот эту, знаете, вот сейчас буду всех выводить из аутизма. Если бы я могла, я бы это уже давно сделала со своим ребёнком. Поэтому это всё очень сложно. Единственное, что я могу сказать, что для того, чтобы давать БАДы, нужно что-то сдать анализы. Смотрите, дело в том, что есть такой момент, что определённые витамины дети могут навредить, если есть определённые полиоморфизмы в генах. Я бы рекомендовала вот от себя просто сдать самый простой генетический тест за 100 долларов, 23 надми, вот, и по нему просто пусть вам грамотный специалист расшифрует, объяснит, например, можно ли вашему ребёнку витамины группы В, или они ему просто противопоказаны, или они ему нужны в определённой чёткой форме. Например, у нас по полиоморфизму это вот чётко видно, что нам витамины В6 и В12 нужны в определённой форме, что у нас вообще ни в каком виде казин нам вообще не нужен. Если бы я раньше это знала, я бы его уже давно брала. А я ходила, сдавала анализы на какие-то там белок в крови. Ну, в общем, какие-то бессмысленные анализы, понимаете, можно даже без генетического теста ребёнку с аутизмом убирать казеин. Это я вам сразу говорю. То есть можно ничего не сдавать. Но если вы хотите, например, чётко понимать, ребёнку, например, определённые витамины нужны, или они могут просто навредить, тогда лучше, конечно, это проверить, просто один раз этим заняться и всё. Так, вроде бы я ответила на все вопросы. А, ещё, вот я тут подчеркнула, чат мам. Я состою в одном чате мамы, очень хочу оттуда выйти, но меня пока очень интерес распирает, но я когда читаю, я просто, у меня седые волосы появляются. О чём я говорю? Есть чат, где мамы обмениваются опытом. Ну, кто там своим деткам с расстройством аутизмного спектра даёт БАДы. Друзья, я занимаюсь БАДами, я когда это читаю, я понимаю, что я половины терминов там не понимаю, а мамы очень смело друг другу рекомендуют. Одна там пишет, например, «Я своему дала селену, и он там у меня вылез на стенку в истерике, а что это такое?» А ей там отвечают, «А что же вы там в топку дров подбрасываете, если вы Бэшки ещё не вели или не убрали?» И это всё на таком профессиональном жаргоне. Друзья, я в шоке. Если вы попадёте на такую маму, вам бежать надо, никому не верьте из мам. Какие бы там опытные не были, вы можете спросить, можете спросить советы у кого она консультировалась, но только этот человек должен быть соответствующим образованием. Всё и точка. Никакие мамы ничего не могут знать, просто на основании того, что они где-то прочитали, в каких-то протоколах вычитали, что-то своему ребёнку дали. И при том, я знаю, что да, есть, помогает, реально помогает. А бывает, что нет. А бывает, ещё хуже становится. Поэтому надо понимать, что каждый ребёнок — это отдельная история. Про чат мам я это очень хотела. Поэтому если вы в таких чатах состоите, это очень интересная история, но лучше это не читать, потому что это страшно, просто страшно. Иногда мне ходят... Ну, я там один раз задала вопрос, а может быть такой какой-то вопрос, на который ответ будет не рекомендация, что можно ребёнку ввести из БАД. Вот какая-то другая рекомендация. Давайте подышать сожжим воздухом или ещё что-то. Детское питание содержит казеин, спрашивают. Смотрите, это всё написано на баночках. Казеин — это молочный белок. Самый, кстати, аллергенный. Поэтому если у ребёнка дерматит, в первую очередь тоже надо это убирать. Вот. Это всё содержит... Даже если написано «сухая молочная сыворотка», это уже казеин. То есть любой молочный белок. Речь не идёт о исключении лактозы. Лактоза — это немножко другое. Лактоза — это только часть того, что содержится в молочных продуктах. Имеется в виду исключить всё. Полностью все молочные продукты. Все кисломолочные, цельное молоко и так далее. Вот. Ещё вам хочу сказать такой момент. Самый один из интересных подфинал нашего эфира. О том, что я раньше думала, что связь моего состояния с состоянием ребёнка, оно как-то... Ну, оно не связано, да. И очень много таких как бы тренингов, там, проработать свои страхи, там, и твоему ребёнку станет легче. Насколько я общалась с Есефой, она говорила, что это работает, но до определённого уровня. Потому что если у ребёнка есть органика, то может мама бесконечно топтаться, там, копаться в своих страхах, прорабатывать себя с психологами. Но такого улучшения, как бы она хотела, может не наступить. И я вам так хочу сказать очень кратко, что после приезда, вернее, ну даже в центре я начала просто меняться. Я просто это поняла, когда я приехала. Я приехала к другим человекам. Я какая-то расслабленная, вот абсолютно расслабленная. У меня ушло какое-то внутреннее напряжение. Во-первых, безусловно, меня специалисты центра тоже на физическом уровне подлечили. Я Сэфа на информационном своём уровне подлечила. То есть какие-то такие вещи внутренние, какая-то такая трансформация духовная происходит. У меня даже отношение к Владику изменилось. У меня раньше было, знаете, какое-то такое внутреннее дрожание. А что мне с ним делать? Я не знаю, как ему помочь. Я там с ним сижу занимаюсь, я понимаю, он меня не понимает, и меня это раздражает. Я что-то от него хочу. Я хочу всё и сразу. И вот у меня постоянно было такое внутреннее какое-то, знаете, дрожание, вот такой тремор, я по-другому это не назову. И когда я приехала, мне Давид, Давид это сразу всё видит. Я просто потом уже, когда уезжала, приезжала в новые семьи, я видела эти глаза мам, которые, ну, как у меня были. Потому что когда мне под конец уже Давид сказал, ты видишь, ты изменилась, все глаза изменились. Я думала, о чём он говорит? Это приезжая, но я поняла. Действительно, отпускает. У меня отношение к Владику изменилось. Я, знаете, как это вам сказать, у меня ушёл вот этот тремор, я перестала от него чего-то ждать, я как-то успокоилась. Я на него смотрю просто как на взрослого ребёнка, которому, ну, как на взрослого, да, соответственно, его возраста, которому просто надо сейчас помочь развиваться. Всё, ну, вот такая у нас есть проблема, и нам надо просто сейчас ему помогать развиваться. У меня ушло какое-то внутреннее ожидание, внутренний какой-то вот этот страх. У меня муж, хотя с нами был две недели, у меня мужа был две недели, с ним не общался даже Давид. Вот он был просто там в центре, он был на сеансе у Йосефы. Он приехал, мне звонит, говорит, слушай, я не знаю, что со мной случилось, у меня как пелена просто в глаз сошла, и я просто вот на все вещи стал смотреть по-другому, вот просто по-другому. У нас уже, пока я там была, у нас уже в семье произошли хорошие изменения. У нас по приезду наладились отношения до поездки в центр Бердавит, у нас отношения были на грани просто, ну, крах, просто крах был в этом. Поэтому я реально вот до этого понимала, что моё состояние вот этой нервозности, оно, конечно, оно каким-то образом на Владика влияет, но как это убрать, я это не могла просто. Только вот именно там это как-то ушло. Притом Давид сказал, что, говорит, ну, это, ну, как говорит, переключатель. Переключатель, говорит, можно ко всем проблемам относиться по-европейски и нервничать и переживать, а можно по-восточному. Расслабленно. Я ещё так подумала, ну, как это расслабленно? Понимаете? А потом оно как-то так со временем и произошло. И очень благодарна, кстати, Давиду за то, что он сказал вот как с Владиком, как его воспитывать, потому что он чётко объяснил, что у ребёнка начинает просыпаться характер. И, кстати, вам как полезный тоже совет, если ваши дети особенные, но при этом они не слушаются или себя несоответственным образом ведут в личных местах, это не значит, что надо списывать на то, что этот ребёнок болен и что-то не понимает. Надо сразу как бы ставить его в рамки и он должен себя как бы понимать, как себя надо вести в обществе. То есть всё, что общество не приемлет, ребёнок так делать не должен. Поэтому в таких рамках я никогда не отличалась особой мягкостью, но я теперь это ещё чётко понимаю, почему это надо сделать. Потому что когда уже он пойдёт в взрослую жизнь, его уже никто терпеть выходки не будет. И я не хочу, чтобы он вырастал сложным подростком. Поэтому сейчас отвечу на вопросы. И поэтому очень важно, несмотря на то, что ребёнок особенный, его воспитывать вовремя, объяснять ему, что это непозволительно. И Давид сказал, вот приучать к домашним обязанностям. Это у нас, как по сториз, вы видите, получается очень хорошо. И мы сейчас даже думаем о том, чтобы пойти в садик, конечно же, для деток, которых там, именно для деток с расстройством этичного спектра, где деток развивают, не только с генетическими проблемами, но именно, чтобы там были логопеды, соответствующие специалисты, чтобы ребёнок был в коррекции. Хотя ещё до поездки в Сан-Требьер-Давид, я, зная о таких садиках, у меня мысли не было. То есть Владик, как-то знаете, не дотягивал до того уровня, чтобы я могла его отправить в садик. А сейчас я уже думаю о том, что мы уже пойдём в садик. И это уже какая-то ступенька к тому, что он начнёт социализироваться, общаться с детками и находиться просто практически целый день с педагогами в коррекции. Отвечаю на вопрос. Ребёнок всё время требует что-нибудь сладкое, если не даёт, то плачет и нервничает. Уберите это сладкое. Что сладкое конкретно? Если это конфеты, если это какие-то лизинцы, то этого не надо давать. Значит, ребёнку не хватает энергии. Во-первых, надо пересмотреть его питание, чем он питается в принципе. Потому что, если у ребёнка достаточно в рационе белка и достаточно жира, то такого не должно быть. Либо у ребёнка просто какая-то есть патогенная флора, та же кандида, та же какие-то паразиты. Самые простые, настойку чёрного ореха ребёнку подавать. Как-то с этим поработать. Но здесь всё равно так просто не ответишь. Надо именно разбирать питание. Так, самое лучшее. Спасибо, люблю. Давид умеет найти подход. Да, сладкое, если не давать, долгий промежуток времени ребёнок ответит. Кишмиш. Кишмиш это виноград. Кишмиш, виноград. Виноград это самый сладкий фрукт. Нет, ни в коем случае. Саде помогает, сын начал дружить с детьми. Кишмиш нельзя, ни в коем случае. Значит, самые сухофрукты тоже. Смотрите, самые сладкие фрукты это банан и виноград. Это вот те сладкие фрукты, которые сразу дают повышение уровня глюкозы в крови. Поэтому, если вы видите, что ребёнка реально тянет на сладкое, и он после него гиперактивный, то вот именно вот эти, особенно виноград или изюм, понимаете, все сухофрукты, даже вот пастила, которую якобы любят за её натуральность, да, чем, как бы, когда мы высушиваем яблоко, то с него выходит вода и остаётся сахар. Поэтому всё, что сухофрукт, там сахара ещё больше. Поэтому просто уберите это, ну, давайте ребёнку там напитки со стевией, допустим, и всё. И, ну, какие-то фрукты, только не самые сладкие. Так, ещё вот я последнее, что скажу. Я у ЕСФ спрашивала относительно того, вот, допустим, если у ребёнка явно есть вирус, поражена нервная система вирусом, как снять вирусное воспаление? Ответ был самый простой, самый адекватный. Это повышать иммунитет. Повышать иммунитет. Вот. И что касается... Так. Что касается диагностики повреждения, я вам тоже сказала, что раньше мне это очень было очень важно и интересно услышать от ЕСФ, что это самая простая там диагностика минимальных мозговых дисфункций. Я думаю, что... Понимаете, в чём дело? Когда я попала... Я сейчас прохожу курсы по нейрокоррекции Виктории Графкиной и когда я попала в центр, где Вика продиагностировала как нейропсихолог Владика, она как раз знает про эти минимальные мозговые дисфункции наверное больше, чем все неврологи. Она мне за 40 минут рассказала о моём сыне больше, чем мне сказали до этого с десяток врачей, психиатров и неврологов. Это ещё раз говорит о том, что эти все вещи абсолютно находятся на поверхности. Но ты просто почему-то наши врачи могут работать только с таблетками. Поэтому, друзья, благодарю всех за эфир. Вот этот уже отрезок, наверное, не сохранится. Тем не менее, благодарю вас, что вы были со мной. Я надеюсь, было очень полезно. Я, конечно, волновалась очень сильно и, надеюсь, ответилась на все вопросы. Сейчас ещё раз пройду. Тут мне ещё спрашивали, как распознать расстройство аутищенного спектра. Всё очень просто. Вот я заметила, что последнее не ответило, что трансферфактор можно давать, так как он содержит казеин. Это вопрос я не рекомендую никакие, ни молозива, ну, то есть, трансферфактор это тоже молозива. Если у ребёнка не переносит казеин, ему это не надо, то не надо. Как распознать признаки аутизма? Всё очень просто. Если ребёнок у вас перестал реагировать на имя, перестал смотреть в глазки, если у него пропали те речевые подражания или речи, если происходят какие-то откаты, то, как у нас это было, у нас тоже пропали звукоподражания. Она подумала, что ему это перестало быть интересным. Не списывать пропадание каких-либо навыков или отсутствие коммуникации на то, что ребёнку это стало неинтересно или у него изменился характер. Сразу обращаться к неврологам и вовремя это всё замещать и корректировать. Потому что чем раньше это всё будет, тем быстрее это всё превращается в норму. Так, спасибо. Да, название теста 23andMe. Честно, я когда этим занималась, я перешерстила столько тестов. Я, наверное, две недели шерстила. Мне там одни диетологи назначали вообще, друзья, тесты за 2500 евро. Можете себе представить. Конечно же, я его не сдавала. И в этот момент, когда искала, я нашла этот самый простой тест, на который можно проверить, действительно, какие витамины ребёнку можно, какие нет. Всё, всё, друзья. Всем спасибо большое. Если какие-то вопросы я не ответила или вам нужны ссылки на те видеоролики, о которых я говорила, то, пожалуйста, пишите мне в директ и по стоимости тоже напишите мне в директ. Я вам спрашиваю, сброшу прямо стоимость, потому что она там зависит от количества человек, который приезжает, потому что Биердавид занимается лечением всей семьи. Это сто процентов так, потому что у нас в семье очень сильно всё поменялось. И я, честно говоря, в это абсолютно не верила. Вот. Поэтому... И, кстати, ещё вот этот ролик, который я очень рекомендую посмотреть всем, интервью центра Биердавида для центра детей с аутизмом в Украине, да, самое классное для меня в этом ролике, что Давид и Есефа там рассказывают как раз про тех семей, про тех детей, которых я застала в научном лечении, всех. И всё, что там говорится, это чистая вода и правда вообще абсолютно стопроцентная. Всё. Всем спасибо, друзья. Завершаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok